Всехристе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Во славу Тебе, Божий наш. Подожди, подожди. Давай, покажемся. Подожди. Аминь. Ой, ой, ой. Пушистая. О, бежит. Давай. Откровение, 19 глава, 7 стих. Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу. Ибо наступил брак Ангца, и жена его приготовила себя. Толкование. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Матфея, 5 глава, 12 стих. Призывал Господь своих последователей еще на земле. А апостол Петр учешал верных христиан. Но как вы участвуете в христовых страданиях, радуйтесь. Да и в явлении славы Его возрадуйтесь и восторжествуете. 1 Петра, 4 глава, 13 стих. И вот наступил последний момент мировой истории. Павел Вавилон. Наступает явление славы Божией. А потому призывают друг друга святые. Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу. Ту славу, которая одному Ему приличествует, и о которой Он говорил. Не дам славу моей никому. Исайя, 42, 42 глава, 8 стих. Блажен, кто в тот день будет приглашен к радости и веселью, а не разрозлиться в оплях отчаяния. И далее указывается причина, особо побудившая небожителей призвать всех к радости и веселью. Ибо наступил брак ангца, и жена его приготовила себя. Это о союзе Христа и Церкви, который многократно и таинственно означается в Писании. Как союз жениха и невесты, мужа и жены. Таким образом, означался еще и союз Господа с Израилем, Ветхозаветной Церковью. Ибо твой Творец есть супруг твой, Господь Сауов, имя Его. И Искупитель твой, Святый Израилев, Богом всей земли назовется Он. Ибо как жену оставленную и скорбящей духом призывает тебя Господь, и как жену юности, которая была отвержена, говорит Бог твой, на малое время я оставил тебя, но с великою милостью воспряму тебя. Исайя 54, глава, с 5 по 7 стих. Подобным образом изображается отношение Господа к Израилю и у пророка из Икииля. И проходил я мимо тебя, и увидел тебя, и вот это было время твое, время любви. И простер я воскрыли рейс моих на тебя, и покрыл наготу твою, и поклялся тебе, и вступил в союз с тобою, говорит Господь Бог, и ты стала моею. И смыл с тебя кровь и помазал тебя Илеем. Прообраз помазания Духа Святым, миропомазания. И надел на тебя узорчатое платье, и обул на тебя сафьяновые сандалии, и опоясал тебя весоном. Скобка, знак, знак оправдания и праведности. И дал на голову твой прекрасный венец. Иезекииль, 15 глава, с 8 по 12 стих. Так о своем обручении с народом говорит Господь через пророка Осию. И обручу тебя мне навек, и обручу тебя мне в правде и суде, в благости и милосердии. И обручу тебя мне в верности, и ты познаешь Господа. Осия, 2 глава, 19-20 стих. Новый же завет особенно переносит эти отношения на союз Христа со своей искупленной церковью. С женихом миновался сам Христос, когда был на земле. Так на вопрос, почему ученики не постнятся, он ответил. Не могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься. Матфея, 9 глава, 15 стих. И если своих учеников Христос назвал сынами чертога брачного, то Иоанн Претеча был другом жениха на этом браке. Так сам Иоанн Креститель сказал о Христе, церкви и себе. Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется. Слышал голос жениха, сията радость моя исполнилась. И опять-таки с союзом жениха и невесты, мужа и жены, сравнивается благодатное соединение души и вообще церкви со Христом. Так апостол Павел говорит Коринфянам. Я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистую деву. 2 Коринфянам, 1 глава, 2 стих. А в другом месте Павел говорит. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. И муж есть глава жены, как и Христос глава церкви. Мы члены тела его, от плоти его и от костей его. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей. И будут двое одна плоть. Тайность я велика. Я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Послание к Ефесянам, 5 глава, 25 стих. Из 30 по 32 стих. Когда спал Адам, то от ребра его была взята жена, а потом уставляет человек и отца, и мать своих, чтобы снова воссоединиться с нею. Когда уснул Христос на кресте с новом смерти, Матфея, 9 глава, 24 стих. То от прободенного ребра его истекли кровь и вода. И вот в благодатной воде крещения и крови притещения рождается церковь. Рождается для вечной жизни душа христианская. Так от ребра Христова взята церковь, невеста его возлюбленная. Потому он стоит во втором своем славном пришествии отца своего небесного и причистую матерь пресноделу Марию, и придет как жених к невесте за своей церковью. Тогда подобно будет царство десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли на встречу жениху. Пришел жених, и готовы вошли с ним на брачный пир. Матфея, 25 глава, 1-10 стих. И вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы когда придет и постучит, тотчас отворить ему. Луки, 12 глава, 36 стих. Как и церковь, воспевает на страстной седмице, что сей жених грядет в полунощи, и блажен раб, его же обрящит где? Недостоин же паки, его же обрящит унывающе. В люди оба душе моя, не сном отяготисье, да не смерти преданно будеши, и царствие мне затворишься, но восприни зовуще, свят, 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 если Божий, Богородицу и помилуй нас, тропарь утренний. И если пришествие Христово сравнивается с приходом жениха за невестой, то само соединение и вечное торжество Христа с Церковью, Бога с человечеством, именуется брачным пиром или брачной вечером Ангца. Матфея, 22 глава, с 1 по 14 стих. И Откровение, 19 глава, 7-9 стих. Это неизреченное, таинственное и всецелое соединение человека с Богом. Об этом и песть небожителей. Ибо наступил брак Ангца, наступил заветный и вожделенный час. Но в брачный чертог нельзя вступать без брачной одежды. Матфея, 22 глава, с 11 по 13 стих. И потому жена его приготовила себя. Долгие века христианская церковь, жена Ангца, приготовляла себя к встрече с небесным женихом. Как же она приготовляла себя? Это приготовление заключалось в разработке все большем углублении и кристаллизации церковного учения, отсечении всевозможных пагубных ересей, создании и совершении дивного и неповторимого богослужения, бесчисленных подвигах святых подвижников, монахов и мучеников, свидетельствию миру божественной истины, явления небесной нетварной красоты и излияния людям мира, добра и любви. Это приготовление церкви заключалось в благодатном освящении каждого своего чада и приведении его ко Христу, к небу. Последние приготовления церкви совершатся в одни страшных гонениях Антихриста. Выйдя из этого всеочищающего горнила, церковь будет окончательно приготовлена. Все приготовления к обраку закончены. Светильники зажжены, время полуночи. Остается только жениху войти в брачный чертог. Скоро небесный брак. Душа, приготовлю ли ты себя? Откровение, 19 глава, 8 стих. И дано было ей облечься весон чистый и светлый. Весон же есть праведность святых. Толкование. Это и есть брачная одежда жены церкви. В ней она имеет право вступить в небесный брачный чертог. Сколь сильно отличается эта одежда от одежды великой блудницы. Там было все роскошно. По-царски. Порфира. Багряница. Золото. Драгоценные камни. Жемчуга. Здесь же чистый шелк. Означающий святость жены. Андрей Кисарийский объясняет значение весона как светлость в добродетелях. Тонкость в разумении и высоту в размышлении и созерцании. Весон чистый. Потому что церковь очистила своих чад от всех согрешений и пороков. То, что он светло, означает, что она просветила их нетварным светом и соделывала светом миру. Матфея 5 глава 14 стих. Просветила их небесной благодатью, как бы соткала их существо из тонкого света. В такую одежду никто не может оближься сам. Самостоятельная попытка очиститься от грехов и приобщиться к неземному света является плодом духовной прелести и приводит к чистоте и свету в собственных помутившихся глазах, а также перед заблуждающимися и бродящими во тьме людьми. В очах же Божьих и святых это не чистота и мрак. Таковы ложные религии и безрелигиозность, вынуждающие человека самому достигать то, чего он достичь не может. И что ему может быть только дано. Как и здесь сказано, что дано было ей облечься весон. Не сама она этого достигла, но дано было ей от Бога, как дар Божий. И далее поясняется. Весон же есть праведность святых. Святые облекаются праведностью тем, что их оправдывает перед Богом. Что же может нас, падших тварей, оправдать перед Творцом? Во-первых, никакие собственные усилия сами по себе. Ибо помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Римлянам 9 глава 16 стих. Бог же милующий по своему неизреченному человеколюбию, воплотившись, пролил свою причистую кровь, и ею оправдывает нас. И теперь в таинствах человек получает оправдание даром по благодати его искупления во Христе Иисусе. Римлянам 3 глава 24 стих. Облекается в чистую и светлую одежду, которая есть праведность святых. Только эта одежда получена в таинствах и может нас оправдать перед Богом. Ибо в таинствах облекаемся в самого Христа, который есть оправдание наше. Смотрите об этом Галатам 3 глава 27 стих. Крещение. Римлянам 8 глава 8 стих. Миропомазание. Евангелие от Яна 6 глава 56 стих. Причищение. Посланник и Ферсианам 5 глава 31-32 стих. Венчание. Но эту одежду надо сохранить в чистоте и светлости, иначе она не поможет. А это достигается верой, покаянием, духовными подвигами, молитвой и добрыми делами. Это можно сравнить так. Дает нам одежду иной, Христос в таинствах. Но носить ее нам, самим, наша добродетельная жизнь во Христе. Откровение 19 глава 9 стих. И сказал мне ангел, напиши, блаженный званый на брачном вечере ангца. И сказал мне, сии суть истинны слова Божии. Толкование. Подчеркивая большую важность своих слов, ангел повелевает не только выслушать сказанное им, но и записать. Мы уже видели, что означает брачная вечера ангца. Быть ее участником – вот высшее блаженство. Но она будет только в вечности после страшного суда. Только когда последний спасаемый войдет в спасительный корабль церкви. Деяние 2 глава 47 стих. И уничтожено будет зло. Только тогда возможно будет неизреченное соединение твари с Творцом на брачном вечере ангца. Однако, и не вкусив еще блаженства того небесного брака, уже сейчас на земле, блаженны званые на брачную вечерю. Ибо званные на небесный пир не ждут бессмысленного исчезновения человеческой жизни в никуда, как неверующие. Не отчаиваются от ужасов вечной погибели. А таковы говорил Христос, что верующий в пославши меня пришел от смерти в жизнь. Евангелие от Иоанна 5 глава 24 стих. Таковые блаженны уже тем, что они званы на божественную вечерю на небесах. И этим они утешаются и укрепляются в земных скорбях. Эти слова ангела перекликаются со словами небесного голоса в Откровении 14 главе 13 стихе. Отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе. Да, воистину блажен тот, кто уже на земле уготовил себе место на небесах. Андрей Кисарийский так и разъясняет различные названия будущего века. Он называется Царство Небесное по его славе и честности. Рай по неоскудению трапезы наслаждений, лона Аврамова, по упокоению в нем усопших, чертог и брак. По бесконечному веселью, истинному, неизлеченному соединению Бога с его рабами. Для усиления впечатлений от своих слов о званых на вечер ангце и для подтверждения их истинности и божественного происхождения, ангел сказал Иоанну, «Сие суть истинны слова Божии, и верен призывающий вас, который сотворит сие». 1 Фессаллокийцам 5 глава 24 стих Откровение 19 глава 10 стих «Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему, но он сказал мне, «Смотри, не делай сего, я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусова. Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества». Толкование Такой сценой заканчивается ведение небесного торжества, ликующего о падении Вавилона. Иоанн поклоняется ангелу, но тот не принимает его поклонение и указывает ему, чтобы он поклонился Богу. Это одно из основных мест Писания, приводимого в сектантами против православного догмата о почитании и поклонении ангелам. При этом они говорят, что вот апостол Иоанн хотел поклониться ангелу, но тот запретил ему это сделать. «Указав, что поклонение надлежит совершать только Богу, Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи» Матфея 4 глава 10 стих. Православный, мол, поклоняется не только Богу, но и ангелам и совершает им службы, чем и нарушает закон Божий. То, что такое толкование сектанта неверно, легко видно из следующих соображений. Первое. Откровение было получено Иоанном на острове Патмос в 95-м или 96-м году. Или даже если допустить версию раннего написания апокалипсиса, то в 67-м году. По крайней мере, никто не может сомневаться в том, что ко времени получения откровения уже были насаждены церкви по всей Малой Азии, Эфесии, Смирне, Пергаме, глава с 1 по 3 главу, с 1 по 3. Апостолы уже разнесли весть о Христе по многим странам. Так неужели же после того, как ими была оглашена вся Римская империя, они все еще не знали основной истины, кому принадлежит поклонение, а кому нет? О чем же они тогда проповедовали язычникам? Если они все еще путались, кому можно поклоняться, а кому нет? Неужели Иерусалимская церковь, когда ею еще управляли все 12 апостолов, и в которой часто видели явления ангелов, деяния 1 глава 10 стих, 5 глава 19 стих, 8 глава 39 стих, 12 глава 6 по 11 стих, так и не знала, что делать в таких случаях, и поклонялась в своем неведении ангелам, в то время как этого нельзя было делать? Неужели 11 апостолов и авторы новозаветных священных книг все так и умерли, не узнав точно, кому можно, а кому нельзя поклоняться? И вот только в конце жизни об этом сообщается апостолу Яну. Получается, что учителя истинного богопоклонения не знали, кому следует поклоняться. К такому абсурдному выводу приводит сектантское толкование. К тому же можно заметить, что вопрос о дозволенном и недозволенном поклонении был вообще решен еще в Ветхом Завете. Иудеи это прекрасно знали. Не знали этого только язычники. Второе. Если апостолу Яну здесь наконец-то объясняется, что ангелам нельзя кланяться, а только Богу, то почему он через краткое время совершает ту же самую ошибку? Откровение 22 глава 8-9 стих. Ведь не мог же в самом деле Ян забыть так быстро такую истину. Ведь все это происходит не до дня Пятидесятницы, а когда он уже давно являлся столпом церкви. Галатам 2 глава 9 стих. Как же тогда объяснить все случившееся с тайнозрителем? Объяснение заключается, собственно, в словах самого ангела. Я сослужитель тебе и братьям твоим. Ангел ставит себя в один ряд с апостолом и вообще всеми христианами, братьями. Зачем ему потребовалось это объяснить Яну? Не потому ли, что тот принял не заслужителя, не сослужителя, а за самого владыку Христа? Уже и ранее Христос являлся Ему в различных видах. То в виде Сына Человечного, Откровение 1 глава 13 стих, и Откровение 14 глава 14 стих, то в виде Ангца, Откровение 5 глава 6 стих, А в Откровение 20 глава 1 стихе, мы действительно увидим Христа, явившегося в виде ангела. Ангелом Завета называет Христа пророк Малахия. Малахия 3 глава 1 стих. Таким образом, Иоанн, порожденный видением небесного торжества, принял явившегося ангела за самого ангела Завета, Иисуса Христа, и пал к ногам Его, чтобы поклониться Ему, как Богу и владыке. Божеское поклонение надлежит только Богу. Ангел, как бы, говорит Иоанну, «Тебя поразило то свидетельство, с которым я явился тебе, но ведь свидетельство Иисусова есть дух пророчества. И ты, Иоанн, и братья твои, и я, ангел, всем нам, имеющим свидетельство Иисусова, и возвещающим миру тайны грядущего, надо знать, что совершаем мы это не от своего ведения и разума, но через дух пророчества, который от Бога. А потому Богу поклонись». Так мы видим смирно мудрее светлых ангелов, не присвающих себе, подобно демонам, божескую славу. О том же, что ангелам, как ангелам, надлежит честь и поклонение, многократно свидетельствует само Писание. Книга Иисуса Новина, 5 глава, 14-15 стих, Книга Судей, 13 глава, 20 стих, 1 параллельпоменон, 21 глава, 16 стих, Книга Чисел, 22 глава, 31 стих, Книга Тавита, 12 глава, 15-16 стих, Книга Даниила, 8 глава, 16 по 18 стих. Примеры пророка Валаама, Иисуса Новина, Маноя и жены его, родителей Самсона, Тавита и Тувии, Давида и старейшин его, пророка Даниила показывают, что ангелам приличествует поклонение, как ангелам, и они его принимают. Так же мы видим в Писании, что и святым надлежит поклонение, как святым. Божеское же поклонение надлежит только Богу. И когда его оказывали ангелам или святым, то те его отклоняли от себя. О том, что по примеру Ветхозаветной Церкви и первые христиане почитали ангелов, можно судить, например, из такого древнего свидетельства, святого Евустина-философа, 2 век. Мы чтим, как Отца Правды, так и пришедшего от Него Сына, вместе с воинством прочих последующих и уподобляющих Ему благих ангелов. И открыто преподаем это всякому, желающему научиться так, как сами научены. Святой Еустин высказывает не просто свое частное мнение, но так свидетельствовали о поклонении непосредственной ученики апостолов. Святые Поликарп, Климент Римский, Игнатий Богоносец, а Седьмой Вселенский Собор в 787 году ясно учил. Восторженно также принимаем и Господни, и апостольские, и пророческие изречения, которые мы научены почитать и величать, во-первых, собственно и истинно Богородицу, всех небесных сил, высшую, а также и святые ангельские силы, блаженных и сихвальных апостолов и пророков, славных святых и богоносных учителей, и всех преподобных мужей, и просить их от отайства. Они могут нас приближать к Царю всех, Богу, конечно, если мы будем соблюдать Его заповеди и стараться жить добродетельно. 10 стихом 19 главы закончилось описание основной картины Апокалипсиса. Откровение 4 глава с 1 по 19 стих. По нашему описанию, толкование, это была вторая картина, состоящая, в свою очередь, из картин А, Б, В. Смотрите приложение 2. В эту картину была вставлена третья картина о жатве. Откровение 14 глава, 14 по 20 стих. Теперь, в Откровение 19 главе, с 11 по 21 стих, мы увидим четвертую картину, открывающуюся, тайно зрителю, картину суда, совершаемую небесным всадником на белом коне, Христом. Но это не совсем отдельно от предыдущих картинок. Если Христос является уже в ином виде не Ампца, а всадника, то все-таки взяты некоторые образы из предыдущих картин. Это два зверя, антихрист и лжепророк. Цари и воинства земные, собранные на брань. Откровение 16 глава, 16 стих. Это и точило гнева Божия. Откровение 14 глава, 19 и 20 стих. Откровение 19 глава, 11 стих. И увидел я отверстие неба, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный, который правильно судит и воинствует. Толкование. Начинается новое видение. Этим означается, что пришествие судей будет с небес. Само небо раскроется, чтобы дать проход на землю белому коню, и сидящему на нем всаднику, имеющему совершить суд. Как небо некогда скрыло от глаз апостолов возносящегося Господа, так же оно и откроет его глазам грешного человечества в конце веков. Описанную в стихах с 11 по 21, картину суда можно рассматривать как своеобразное продолжение описания брачного пира в первой половине этой главы. Как и в притчах Господней, брачный пир предлагает две группы лиц и имеет две стороны. Одни входят в брачный чертог, а другие остаются вне его. Матфея 25 глава с 10 по 12 стих. В 7 и 9 стихах было сказано о блаженстве участников в брачном вечере Ангца. А в стихах с 11 по 21 говорится о недопущенных к вечере суда Божия. Итак, через отверстие неба видит Иоанн вот конь белый и сидящий на нем называется верный и истинный. Такое имя в собственном смысле приличествует только самому Христу. Как и в 13 стихе он явно будет назван Словом Божиим. Это Сын Божий Христос. Евангелие от Иоанна 1 глава 1-2 стих. Всякий человек ложь. Псалом 115 2 стих. И нет среди людей никого, кто по своей природе был бы верный и истинный. Природа человека испорчена тем, что кто лжец и отец лжи и кто говорит он ложь говорит свое и когда говорит он ложь говорит свое. Иоангелие от Иоанна 8 глава 44 стих. О явившемся же всаднике сказано, что он называется верный и истинный, а имя отражает существо носящего его. Не случайно поэтому и в Ветхом Завете праведникам, вступившим в новое отношение с Богом давалось и новое имя Авраам Авраам Сара Сарра Иаков Израиль. Не случайно и в Новом Завете в крещении дается человеку новое имя как обретшему новое существо а также при уходе из мира в монашество человек тоже получает новое имя Господь же говорит о себе я из истина Иоанна 14 глава 6 стих это его имя его существо он верный и истинный и это его особенное имя как суди он верный себе своим обетованиям и своему закону и будет всех судить по истине верным и истинным он явится судить мир конь белый означает светлость святых восседая на которых Христос будет судить народы белого коня с восседающим на нем всадником видел Иоанн в начале своих апокалиптических видений откровения 6 глава 2 стих тогда он вышел как бы победоносный и чтобы победить имея все чтобы одержать победу то было начало апостольской проповеди теперь ее венец первый белый всадник был правовозвестником второго то были вестники Христа теперь сам Христос то было начало победоносного сражения теперь его конец то были воины посланы одержать победу а это владыка победитель сам явившийся наградить победителей и осудить побежденных служителей греха о нем и сказано который правильно судит и воинствует ибо отец и не судит никого но весь суд отдал сыну Иван Глятфьяна 5 глава 22 стих под началом Христа его ратники вели праведную брань на земле с грехом и всякими нечистыми силами ада Христос праведно воинствует с лукавым и всей нечистой силой но кончится время благодати кончится лето Господне благоприятное луки 4 глава 19 стих и он будет правильно воинствовать с непринявшими его грешниками он пошлет свои наказания на грешных гибнущий мир и он же будет правильно судить неверных тогда никто не скажет что суд будет неправедным ибо каждому будет открыто что он из себя представляет о грешная душа склонись ныне перед милосердным владыкой чтобы не увидеть его воинствующих с тобой чтобы не подпасть его праведному суду Откровение 19 глава 12 стих очи у него как пламень огненный и на голове его много диодим он имел имя написанное которого никто не знал кроме его самого толкование таков Христос как судья очи у него как пламень огненный Откровение 1 глава 14 стих все проникающие всевидящие и испепеляющие всякое зло и грех он неподобен многим земным судьям очи которых часто помутнены подарками страхом карьеризмом пристрастием ложью все испытывающим огнем огненным пламенем воззрит на тебя твой судья и что ответишь ему душа и на голове его много диодим в знак его царской власти являлся и антихрист десятью диодинами на рогах своей головы Откровение 13 глава 1 стих но царство его оказалось непрочным он возомнил о себе великое желая судить вселенную но сам оказался подсудимым ибо явился царь царей и господь господствующий который правильно судит и воинствует множество диодим на главе христа означает что ему дана всякая власть на небе и на земле Матфея 28 глава 18 стих это также означает его победу над грешниками на суде как и сказано у Давида псаломопевца чист суде твоем псалом 56 стих имя отражает сущность начащего его имя божественного всадника на белом коне никто не знал кроме его самого это о непостижимом существе сына божия предвечного логоса как он и сам говорил о себе все предано мне отцем моим и никто не знает сына кроме отца и отца не знает никто кроме сына м м м м и Соответствует его непостижимое и тайное имя. Потому я ответил некогда Манаю, ангел Господень, что ты спрашиваешь об имени моем, оно чудно. Книга Судей, 13 глава, 18 стих. Писание открывает нам много имен Сына Божия. По домостроительству спасения и по его отношению к твари он предстает перед нами, как Иисус Спаситель. Пастырь, Эммануил, с нами Бог, пастырь, путь, истина, жизнь. О Боге же в самом себе, о его сущности, мы не можем знать более того, что он есть, есть сущий. Исход 3 глава, 14 стих. Мы знаем, что он сущий, но не знаем его сущности, его имени, как о том пишет Григорий Богослов. Непостижимым же называние то, что Бог существует, но то, что Он такое. Слово 28 о Богословии 2. Айреней Леонский писал, «Мы не постигаем совершенно существ и предметов ограниченных, которые всегда перед нашими глазами. Не постигаем своей души и соединение души с телом. Как же нам понять Бога? Но если нам невозможно постичь существо предвечного слова, Логоса, то ему возможно явиться в нашем существе и открыться нам». Откровение 19 глава, 13 стих. «Он был облечен в одежду, обогренную кровью, имя ему Слово Божие». Толкование. «Это то, о чем Иоанн Богослов говорит в другом месте. И Слово было Бог. Оно было в начале у Бога». Иоанн Григория 1 глава, 2 стих. 1-2 стих. «Предвечному, непостижимому, таинственному Богу Слову было угодно облечься, как в некую одежду, при чистую и нетленную плоть. Мы не видим того, кто сокрыт в одежде, но видим его одежду. Мы не видим того, кто есть Слово Божие, не знаем его божественного имени, но видим его плоть и знаем его человеческое имя – Иисус. «Далекий становится близким, неведомый – ведомым. Иисус – Спаситель, имя ему. А потому он облечен в одежду, в плоть, обогренную кровью его на Голговском кресте. И эта кровь не померкла, не стерлась с одежды его, с плоти его в течение многих и долгих веков. Нет, в той самой плоти, обогренной его кровью, в которой он висел на кресте и вошел на небо, в ней он и вернется с неба на землю судить живых и мертвых. Сей глядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возродают перед ним все племена земные. Ей аминь». Откровение 1 глава 7 стих. С другой стороны, одежда, обогренная кровью, означает пришествие Христа на суд и истребление им всех нечтивых, так у Исаия сказано. «Кто-то идет от Идома, в червленых ризах от вассора, столько величественны в своей одежде, выступающие в полноте силы своей. Я изрекающий правду, сильный, чтобы спасать. Отчего же одеяние твое красно и ризы у тебя, как утоптавшего в Тачиле? Я топтал Тачила один, из народов никого не было со мною, и я топтал их во гневе моем, и попирал их в ярости моей. Кровь их брызгала на ризы моей, и я запятнал все одеяние свое. Ибо день мщения в сердце моем, и год моих искупленных настал». Исаия 63 глава с 1 по 4 стих. «Христос является на страшный суд, уже обогренный кровью грешников, частично уже совершил свои суды над землей, уже были посланы страшные казни, чаш гнева Божия на антихристовое государство, уже пал вавилон, оплот и твердыня всякого греха и нечестия, уже обогрелись кровью наказанными грешниками. И как о первом пришествии Христа в мир было сказано, «И слово стало плотью» Иван Галякьяна 1 глава 14 стих. Так и во втором его пришествии имя ему Слово Божие. Этим означено и его сыновье и постась, и бесстрастное от отца рождение, как слово происходит от ума. Этим и означено, что он имеет в себе разум всего сущего, им, через него, для него все создано и существует. Он правовозвестник отчей премудрости и силы. Слово «Логос» пришло спасти мир, оно же придет и судить его. Христос, всадник на белом коне, явится на суд не один, но в сопровождении целого небесного воинства. Откровение 19 глава 14 стих. «И воинства небесные следовали за ним, на конях белых, облеченный в весон белый и чистый». Толкование. Под воинствами небесными следует разуметь сонмы ангелов. Об этом пророчится еще пророк Енох. «Все идет Господь со тьмами святых ангелов своих». Послание Иуды 14 стих. «Христос грядет во славе своей и Отца и святых ангелов». Луки 9 глава 26 стих. Как и апостол пишет, что будет явление Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его. 2 Фессаллокийцам 1 глава 7 стих. Подобно своему предводителю, ангелы изображаются всадниками на конях белых, облеченные в весон белый и чистый. Небесные силы отличаются тонкостью природы, высотой разумения и светлостью добродетелей. Они святы и совершенны. Но есть и отличия их от Христа. У Христа одежда обогрена кровью, а у ангелов нет. Это имеет двоякое значение. Во-первых, этим означено, что спасение наше совершено только Христом. Только Он пролил на кресте за мир свою честную кровь. Только Его тело было обогрено кровью за грехи мира. Только кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. 1 Иоанна, 1 глава, 7 стих. Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Христос и Иисус, предавший Себя для искупления всех. 1 Тимофея, 2 глава, 5-6 стих. 2 Ангелы же только спаспешивствовали Христу в том, что совершить Он должен был Сам. Они сами облечены в весон белый и чистый, безгрешный, но не могут никого очистить своей силой. Только обогревший одежду своей кровью может нам сказать, «Если будут грехи ваши, как багряная, как снег убелю» Исайя, 1 глава, 18 стих. 2 И в кончину века весь суд совершит Христос, ибо Отец весь суд отдал Сыну. 2 Иоанна, 5 глава, 22 стих. 3 Ангелы будут только слугами Его, спаспешниками Его, славой Его, но суд совершить будет Христос, и потому только Его одежда будет обогрена кровью наказуемых. 3 Никто не скажет, что Меня спас ангел, или что Меня осудил ангел. То и другое совершает только Сам Христос, Бог. Ангел же сослужит Ему при этом. Откровение, 19 глава, 15 стих. 4 И из уст же Его исходит острый меч. Чтобы им поражать народы, Он пасет их жезлом железным, Он топчет точила вина ярости и гнева Бога Вседержителя. Толкование. Исходящий из уст Христового острый меч есть всего Слова, которому Он будет судить народы. А суд над грешниками обратится в страшное поражение их. Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча об иду острого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И нет твари сокровенной от Него, но все обнажено и открыто перед очами Его. Ему дадим отчет. Послание к евреям, 4 глава, 12-13 стих. Так Слово, исходящее из уст Христовых, будет как меч судить и поражать в последний день. Он пасет их, народы, жезлом железным. Откровение 2 глава, 27 стих. И Откровение 12 глава, 5 стих. Христос всецело подчинит нечестивые народы своей власти, своему решению и подвернет их своему суду. Он будет их пасти, жезлом железным, вечных, нескачаемых мучений, которых не испытают праведные. Не испытают праведные. Он топчет, точила вина ярости и гнева Бога Вседержителя. Эта образная картина суда Божия уже была объяснена. В Откровении 14 главе, 10 стихе, и в Откровении 19 по 20 стих. Так в трех образах острого меча, железного жезла и точила вина ярости и гнева Бога Вседержителя показан суд, который совершит всадник на белом коне над народами. Откровение 19 глава, 16 стих. На одежде и на бедре его написано имя Царь Царей и Господь Господствующих. Толкование. Как у всемогущего суди Вселенной на одежде и на бедре его написано имя Царь Царей и Господь Господствующих. Цари и господа земные часто мнят себя стоящими превыше всего. Особенно это будет при Антихристе. Они гордо превозносятся над всеми и всем и уповают на свою власть и силу. Придет Царь этих Царей и Господь этих Господ и сразит их за гордыню и нечестие. С другой стороны, Христос есть Царь в Своем Духовном Царстве, в Церкви, которую Он основал. Тогда можно разуметь, что Он Царь Царей, царствующих над страстями, Царь христиан, которых Он соделал царями и Господь Господствующих над грехами. Он Царь и Господь, имеющих воцариться и господствовать с Ним в будущем веке. Откровение, 19 глава, 17-18 стих «И увидел я одного ангела, стоящего на солнце, и он воскликнул громким голосом, говорят всем птицам, летающим посреди неба, летите, собирайтесь на великую вечерю Божию, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысячельников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых, и великих толкования. Этим событием будет предваряемо окончательное погубление грешников. Это видение Иоанна можно разуметь так. Ангел, стоящий на солнце, окружен ослепительным светом и не может быть видим людьми. Он так же ослепительный, как солнце, на которое невозможно смотреть. Люди не смогут воззреть даже навестника страшного суда, сколь страшен будет сам судья. Этот ангел, один из высших, повелевает прочим ангелам, изображенным под видом птиц, по причине быстроты и высоты их полета. Летающим посреди неба, откровение 8 глава 13 стих, и откровение 14 глава 6 стих, птицам, ангелам, своим халатайством, суждено послужить для людей ступенью восхождения с земли на небо. В воздушных местах обитали нечистые силы. Теперь же ангелы очищают эти небесные места от вражей силы, готовя путь Христу на землю, а людям на небо для встречи со Христом. Воскликнув громким голосом, повелевает верховный ангел другим, летите, собирайтесь на великую вечерю Божию. Некогда Иисус Христос говорил, «Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершить дело Его» Евангелие от Иоанна, 4 глава 34 стих. Так и здесь великую вечерю названо окончательное и последнее исполнение Христу воли Отца. Отец весь суд отдал сыну. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 22 стих. Его сын выполняет это дело, последнее в мировой истории. Это великая вечеря Божия, на которой каждый вкусит, что заслужил, либо жизнь вечную и небесные блага, либо наказание и мучение. На эту вечерю призываются ангелы, с середины неба, всегда взиравшие на землю и все беззакония, творившиеся на ней, чтобы пожрать трупы нечестивых. Как хищные птицы, коршуны, слетаются на падаль и пожирают трупы. Так ангелы с неба должны будут уничтожить и убрать все плотское, все, что останется на земле после великого поражения, которое потерпят восставшие на Бога народы. Это поражение будет описано в следующих стихах 19 по 21. А пока перечисляются все классы людей, которые будут царствовать при Антихристе, трупы сильных мира всего, трупы тысяч начальников в войсках и гражданских управителей, трупы коней людей, женаистовых и находящихся во власти лукавства. А также этим означено все употребляемое людьми в борьбе с Богом и сидящих на них на конях. Это преимущественные возле и грехах, свободные рабы, и малые, и великие. Или буквально будут такие деления в обществе, такие деления в разных формах всегда были, есть и будут. И из всех классов, предавшихся греху, погибнут. Свободные и великие. Это согрешившие много и по своему произволению и желанию. И рабы, и малые. Это согрешившие менее и по неразумию, или возрасту, или нужде. Все это видение Ангела на Солнце, созывающего небесных птиц. Можно разуметь и несколько иначе. Небесный Ангел, стоящий на Солнце, созывает громким голосом хищных птиц, летающих посреди неба в самом зените, чтобы участвовать в Великой Вечере, представляющей собой страшную противоположность Вечере Ангца. Стих 9. Как и написано, «И будут трупы народа сего, пищей птицам небесным и зверям земным, и некому будет отгонять их». Иеремия 7, глава 33 стих. Трудно себе точно представить, каким именно образом произойдет последнее восстание на Бога. Но оно произойдет, и вот результат. Ангельский призыв хищных птиц питаться трупами врагов Божьих есть указание на ужасы и страдания грешников, которые они претерпят при втором пришествии Христовом и при окончательном перевороте во всем мире. Как при звуке последней трубы мертвые воскреснут, а живые праведники в мгновение ока изменятся и облекутся в тела нетленные. 1 Коринфянам 15, глава 51-52 стих. И Христос, уничиженное тело наше, преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его. Филиппийцам 3, глава 21 стих. Такие грешники изменятся и примут тело, сообразное, соответствующее геене огненной. Как блажен будет переход в нетленное тело праведных, так мучителен и ужасен будет переход грешников в их новое тело для вечных мук. Может, они при этом испытают все муки и ужасы всевозможных родов смерти. На все эти последние земные муки грешников и указывают пожирание их трупов небесными птицами. Все нормально? Ну, все нормально. До главы дошел? Да. Все. Пока на этом останови, пометку сделай сразу. Ну, я, как всегда, покажу наше сокровище. Это трехтомник толкования Нового Завета. Вот. Это начиная от Матфея и кончая Апокалипсисом. Полное толкование Нового Завета. Вот трехтомники. Вот я покажу, как он выглядит. Это наше издание. И здесь же 230 иллюстраций Геустава Доре нами раскрашены. Вот. Это его гравюры. Они черно-белые были. Вот. Кроме того, у нас в интернете есть очень большой сайт во сети Библии. Просто можно зарядить Игнатия Лапкина сайт. И все. Вот здесь самое главное. Это 4124 ответа. Звук и видео вот рядом. Это 50 книг нами насчитанных. Внизу написано православный форум Игнатия Лапкина. В него только щелкни один раз. Ткни и уже будешь на нашем форуме. Вот он, православный форум. 1447. У нас открытый сейчас канал православный видеоканал открытым оком во свете Библии. Около тысячи наших роликов. Кроме того, у нас есть mail.ru страничка mail.ru Эту систему считаю в интернете лучшей для общения. Ни контакты, ни одноклассники близко к ней не подходят. Даже сейчас, в этом году. И здесь тоже больше 1132 ролика я сегодня посчитал и 6981 одна фотография. Наши, не чужие. Это как строим православную деревню. Об этом тут написано. Детский лагерь, наше благовестие, занятия, собрания. вот. Вот тут иногда выступают вот у меня некоторые зачем молиться святым. Я ссылаюсь на материал. Вот один и говорит. Вот. Но мне хватает одной Библии. Человек говорит, я ему что буду... А почему вы не защищаете свою точку зрения? Ну, а что буду защищать? Вот он вот пишет. Вот. Валерий Мельник. Я не придумываю эти слова так. Мне хватает одной Библии. Я ему еще скажу. Тебе же не хватает. Иначе ты бы не ходил на собрания. Не слушал, как они проповедуют, толкуют, и притом между собой. В одном собрании не разница. Он совершенно говорит слова не соответствующие действительности. Адвентистам тоже хватает одной Библии. Сколько сект, а их сегодня не знаю, правда нет, говорят, 21 тысяча на земле разных. И всем одной Библии хватает. Явно, что это что-то не то. Нужно растолкование. Любую инструкцию, какую нам пишут даже, что-то новое купили, магнитофон или телефон. И инструкция дается. И к ней еще надо бывает какая-то подробность не сказана. И вот здесь, а что поклоняться святым? А кто они такие? Зачем им молиться? Ну, Павел просит по ходатайству многих. Ты это веришь? Ну, если один ходатай, как ходатай? Павел говорит, по ходатайству многих. Значит, остальные все ходатай были. Вот это вот узо взгляда на истину. Вот это вот есть секта. И он доволен в этом человеке. Ни креста, ни поста. Он не знает. Мне достаточно одной Библии. А сам читает и газеты, и телевизор, смотрит. И у него Библия в узкости к танцкому направлению. Он половина Библии не понимает даже, что написано. Но ему достаточно. Он в этом успокоился и так и живет. Когда Савицкий пишет, и за смертью обрящий лишь смерть. Ни священства нету, ни таинства, ни литургии, ничего нету. Для меня этого достаточно. Одна Библия. Да с Библии Сатана подошел и скушал Христа. Недостаточно. Нужно ее истолкование. Притом, а какое толкование? Это не Елену толковать, не Бахмелдеры какие-то, не Каргале. А толкование святых отцов, таких как Иоанн Златоуст, кому я отдаю предпочтение. Вот блаженный фепилакт. Это его толкование. А откровение отец Геннадий Пас составил по всем святым отцам. Это громадную работу он проделал. Он сейчас настоятель в Абакане, Хакасе, Московской Патриархии, магистр богословия. Это большой ум, большой человек. Очень большой. Он такие книги пишет, как толкование на песню песней, там, страниц 800. И всех святых отцов за 2000 лет кто сказал, составил схему. Ну, я никогда бы этого не написал, я понимаю. У меня такого образования нет. Но дать комментарии, то, что сегодня не сходится, а Слово Божие живо и действенно, это мне дано. То есть я знаю, как здесь и как оно есть. Вижу не схожесть и стараюсь, чтобы стали жить по Евангелию. Спрашивают, а что самое главное в христианстве? Христос. Это родиться свыше от Христа, жить со Христом, быть Вадимым Духом Святым. Все на этом. Ты будешь в Сарсе Небесном. Быть Вадимым Духом Святым. Жить после того, как ты принял крещение водное, крещение Духом Святым, Дух Святой тебя взял, и ты теперь для Бога живешь. В этом все спасение. Согласно Евангелии надо поступать. Не только слушать блаженно слушающие и исполняющие. То, что у нас вот это есть. Я уже не беру тут живой журнал, у меня есть Одноклассники. Это такие засохшие ветки, там еще нет. Общаться почти невозможно. Один, два. А вот интересно, в прошлом году Майл.ру, это мой мир, какая была система, я ее везде рекламировал буквально. Это не игрушка. Одновременно я набираю три тысячи знаков. Это солидно, много. Три тысячи знаков-то. И 12 фотографий прилепляю и на 10 тысяч человек посылаю. На 10 тысяч. Потом всякие пакости рассылали против правительства, Путина, все это критиковали и, видать, где-то дали указания, ну и прикрыли это дело. Сейчас немножко оставили, фотографии так расходятся. И все равно, даже в этом укороченном виде Майл.ру несравненно больше всех фейсбуков. Фейсбук, какое там общение-то? Или одна классика, ВКонтакте, там агенты там перечисляют, где у меня все странички открыты и они засохли. А с одним человеком перекинул слова нет. Вот я сейчас, у меня 6 тысяч всего тут друзей, и я им перекидываю. Вот материал нужен нам какой-то вот сегодня. я ему перекинул, вот отдельно, сейчас вот у меня тут, это я что показываю? Ну да, вот оно. Это вот ролик, наше собрание. Оно сразу стало, кто ко мне зашел, оно сразу, вот оно видать. Все мои гости, кто сейчас здесь есть. Вот. Вот я благодарность, которую выписал собаке, есть. Вот приехала журналистка, я ее поместил и на всех разослал. Мне сразу под картинкой пишут, а сколько же лет этой журналистке? Ну, я впереди написал тут. Одна мне пишет, Валентина Пивень, вы беседуете? Счастливы вообще ваши люди, что могут услышать совет с большой буквы. Я пишу, это в нашем детском лагере станет, журналистка Краевой газеты. Наташа Сохоров берет у меня интервью. Ну, тут одна еще и говорит, а сколько же лет вашей журналистке? Ну, видимо, она показалась, видишь, какая она тоненькая такая. Ну, я говорю, не возраст смотрит Господь. Наташа только что стала тогда лауреатом губернаторской премии в Алтайском крае. Ну, значит, ее отметили. Вот здесь выставляю маленькие картинки, как будто бы, но это только кажется маленькие. А на самом деле они не маленькие. Вот. Вот стоят ребятишки где-то. Вот я сейчас ткну в нее. Вот, видишь, как хорошо. Написано, осень еще подождет, после богослужения. Вот я в нее ткнул только фотографию. Я, как бы, рекламирую мой мир. Вот они стоят, ребятишечки. Пожалуйста. Смотри, как красиво стоят. Вот. Это они после богослужения вышли. вот так. Ну, она тут кому надо, какие отзывы дают. Отзывов много бывает. Иногда вот у меня выходит, и там 750 комментариев. Сцепятся там сектанты православные про меня и забыли, что я там есть. И тут можно передвигать весь этот, всю папку. У меня там папок 60 тысяч. Это их мама, Галя Загуля. А видите, как хорошо. Под ней я написал это все. Открывается. Это выступает у нас на собрании. Это у нас там висит прямо в трапезной флаг российский. К слову сказать, лучший флаг за всю мировую историю. Единственный флаг вне национальной, вне религиозной. Нижняя красная полоса. Все признают, что человек рождается в крови. Земля залита кровью. Второе. Все смотрят к небу, молятся. Кто Аллах говорит, кто Егова, кто Христос. А третье это знает православное. Откровение 20 глава 11 стих у великого белого престола. Это все нужно в любое время, в любую эпоху человечества, в любой религии. Надо об этом думать, что будет суд. И у русских вот такое знамя. Ни в мире никогда не было и такого больше нет. Я когда выступаю там в милиции, там бывает 700 офицеров сидят. Никто ни разу не мог объяснить, что у него означает нашивка. Она флаг означает. Ни одного человека еще не встретил. Начинают при Петре Первом, там это торговый флаг был. Да я не это спрашиваю, что означают полосы. Вот и все. Никакой грамоты не хватит. А вы как узнали? Никак. Я молился, и мне было открыто. Только и всего. И никак. Я ниоткуда это не брал. Вот. Это занятия идут. От нас на столе лежат мои книги. Видите как. Это вот Лена, она показывает глухонемым то, что идет сейчас. Видите, какие книги. Это у нас съемка идет, идет собрание. Вот. Это вот наш православный форум показан. Это у меня гостья пришла. Это коврик урагана собаку я наградил немецким ковриком за то, что он с нами проехал 80 тысяч километров. 370 сел и городов районных центров и 15 государств. Он с нами проехал 6 республик исламских. Вот. Это вот у нас дети с детьми происходят занятия. Показывают. Видишь, ребятишки какие. В Майл.ру. Ну, посмотрите еще, в какой системе вы можете это показать. Спорят кого-то, контакты какие-то, фейсбуки. Кто там их организовал-то? Как будто все специалисты такие собрались в Майл.ру. Это учителя проводят веру без дела мертва. Видишь, как. Вот они выше на качелях у нас. Вот она сидит, наша красавица. К слову сказать, вот эта девочка, Ливия звать ее, она была победительницей нескольких музыкальных конкурсов на фортепиано. Вот как. Видите, вот это вот книги, которые 38 книг мы дарим во все библиотеки, где посещаем 444 библиотеки зарубежные. Здесь мы посетили и подарили. Только за два года подарок наш составил 7 миллионов 150 тысяч. Воистину, один священник нам скинул, говорит, мы нищие, но всех обогащаем. Это про вас говорится. Ну, про нас, значит, про нас. Вот место, где я нахожусь сейчас, вот в этом домике, а вот откуда сейчас разговариваем. А вон там домик, в котором мы молимся. Это качели, где дети сидят. Это 13 соток место, которое я выиграл у главы города. Выиграл. 11 лет шел суд за то, что я был репрессирован, у меня изъяли. Стоимость составляла тогда 11 миллиардов рублей. Ну, процесс шел 11 лет, я его выиграл, там, конечно, дали очень мало, но и то они не могли выплатить. Тогда я предложил рассчитаться недвижимостью. Был такой мэр Баварин, он погиб. Я был прокурор края Пороскун, но они помогли. Это во свете Библии наши. Занятие с детьми. Вот этот домик, вот он как идет. Вот эта дверь зелененькая, вот я показываю, здесь я захожу. Это моя голубятня, вот голуби сидят. А это вторая, тут моя хозяйка живет. А тут мы с Володей, которая сейчас снимает. Видите, как попутно вышло. Вот нынче перекрыли, там это у нас храм, а дальмена трапезная, там батюшка находится, детская. Ну, Бог так нам отодал, мы довольны этим, очень даже довольны. Ну, вот здесь вот я сейчас говорю, вот у этого второго окошка я сижу здесь, рядом. Вот это на кухне у нас показано. Вот, что я люблю. Вот, Володя вчера снимал. Вот, пожалуйста. Все, пока на сегодня. О! Какое дело. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok.